Добрый день, уважаемые коллеги! У нас на дворе весна, и это самое время поговорить о таком сезонном заболевании, с которым мы обычно сталкиваемся весной и осенью, как бобезиоз собак. Бобезиоз собак – это у нас трансмиссивное протозойное заболевание, то есть вызываемое простейшими. Мы его знаем также под другим названием пироплазмоз, но это уже не очень корректное название, но устаревшее в современной терминологии данное заболевание называется бобезиоз, а соответственно его возбудители, как я уже сказала, не относятся к простейшими. И этот род называется род бобезия, то есть мы уже не называем их пироплазмами, мы называем их бобезиями. И основные признаки, с которыми вы наверняка сталкивались у таких животных, это, конечно, гемолитическая анемия, тромбоцитопения, лихорадка и спленомегалия, но о них мы еще поподробнее поговорим в поде рассказа. По современной классификации бобезии делятся в зависимости от своих размеров, в зависимости от морфологии, на крупных бобезий и малых. Крупные бобезии, они имеют 3-5 микрометров в длину и они образуют как раз те самые классические парные грушевидные формы, которые мы видели в учебнике, к которым мы привыкли. Собственно, вот именно их раньше и называли пироплазмами. Малые бобезии выглядят немножко по-другому, найти их в мазке сложнее, они не образуют парных грушевидных форм, как правило, они встречаются в мазке одиночными формами, иногда могут образовывать парные, но обычно они округлой формы и занимают длину где-то 1-2-3 микрометра, то есть примерно в 2 раза меньше, чем крупные бобезии. Такие виды бобезий у нас, в принципе, встречаются. Если мы говорим о крупных бобезиях, то самая распространенная у нас бобезия будет бобезия камис, она у нас распространена повсеместно. Кроме того, у нас встречается бобезия в Оголе, она встречается у нас на юге, это регионы Причерноморья, это южные регионы. В Африке, если мы вдруг поедем или у нас будет оттуда животное, встречается бобезия Росси, и в США встречается своя бобезия, это бобезия Коко. Малые бобезии, наиболее распространенный вид по всему земному шару, и у нас в том числе, это бобезия Гипсоне. Кроме того, в Европе встречается бобезия Вульпис, у нас, в принципе, такие завозные случаи тоже могут регистрироваться, поэтому с этой бобезией мы тоже можем столкнуться морфологически, она выглядит абсолютно одинаково с предыдущей бобезией, с бобезией Гипсоне. И кроме того, опять же, в США есть своя бобезия, это бобезия Конрада. Что касается передачи бобезий, тут все не так однозначно. Конечно, наиболее распространенный путь передачи – это укус клеща. Соответственно, именно поэтому это заболевание обладает сезонностью, оно связано у нас с активностью клещей, и поэтому регистрируем мы чаще всего такое заболевание весной и осенью. Кроме того, можно передать бобезиоз путем гемотрансфузии, особенно это касается бобезиоза, вызванного бобезией Гипсоне, потому что для этого типа бобезиоза характерно носительство, то есть отсутствие симптоматики, и таким образом, не проверив донора, мы можем перелить зараженную донорскую кровь реципиенту. Соответственно, реципиент у нас разовьет полноценное клиническое заболевание. Кроме того, для малых бобезий, и в первую очередь, конечно, для бобезии Гипсоне, вообще это путь передачи номер один – это собачьи драки. И поэтому, если у вас есть какая-то собака из, возможно, приюта или питомника, которая шрамирована, у которой есть история драк с другими собаками, и у нее есть анемия, то вы должны проверить ее на бобезию Гипсоне, потому что вот этот путь передачи, он никак не привязан к сезону, то есть заболевание малым бобезиозом, бобезиозом Гипсоне, оно у нас внесезонное, оно может встретиться в любой период времени, потому что основной путь передачи – контактный, то есть через драки. И кроме того, более редкий путь передачи – это трансплакцентарный путь передачи. Он, в принципе, описан и для больших бобезий, и для малых, но все-таки он у нас менее важен, нежели первые три. Переносчики – это клещи. Те, которые встречаются у нас в России, это клещи рода Дермоцентр. Я уверена, что все вы знаете, как они выглядят, такие красивые мраморные клещи. Они переносят вид бобезии – это бобезия канис-канис. Это немножко устаревшее название, в современной номенклатуре она просто называется бобезия канис. Рипоцефалис ангвинеус – это клещ, который состоен, опять же, на юге. Он переносит бобезию канис-флоголи, или более современное ее название – это отдельный вид бобезия-влоголи. И кроме того, он, в принципе, может переносить и малую бобезию, бобезию гипсони. Но, опять же, я повторюсь, что для бобезии гипсони все-таки более характерен именно контактный путь передачи, то есть через драки. Мы не будем очень подробно останавливаться на цикле развития бобезии. В двух словах я скажу, что у нас есть два хозяина. Это дефинитивный или основной, в котором происходит половое размножение бобезии, и в данном случае это клещ. И при этом после своего размножения бобезии могут мигрировать как в половые органы, и таким образом яйца откладываются уже зараженными. Происходит трансавариальная передача, то есть в случае с бобезиозом в природе даже не обязательно иметь какого-то резервуарного хозяина, то есть клещу не обязательно питаться на зараженной собаке для того, чтобы заразиться самому бобезиозом и в следующий цикл кому-то его передать. То есть из зараженных яиц у нас уже выходят зараженные реченьки, которые представляют уже опасность для собак. И кроме того, в организме клеща часть бобезии мигрирует в стюнные железы, и, соответственно, таким образом происходит заражение. Заражение происходит при укусе. Следует помнить о том, что оно происходит немгновенно, то есть с момента укуса клеща до передачи бобезии должно пройти не менее 48 часов. После этого начинается передача. И таким образом, например, современные средства, которые защищают собак от клещей, например, из эксозолины, они как раз рассчитаны именно на то, чтобы клещ умер раньше, нежели успел передать бобезий. И в целом, в случае с бобезиозом, именно за счет вот такого долгого периода передачи, эти средства работают очень хорошо. Если же все-таки клещ заразил собаку бобезиями, то в организме собаки начинается размножение бобезий в эритроцитах просто бесполым делением надвое. Что у нас происходит в организме? В организме, поскольку бобезии размножаются в эритроцитах, это приводит к разрушению эритроцитов, это внутри и вне сосудистых гемолизм. Внутри сосудистые, когда они непосредственно разрушаются внутри сосудистого русла, вне сосудистые происходят путем утилизации этих эритроцитов, макрофага в селезенке, немножко в печени и в костном мозге, но в основном все-таки в селезенке. Кроме того, в бобезии у нас вырабатывают определенные антигены, которые оседают на эритроцитах и тромбоцитах. Это приводит к образованию антител и развитию аутоиммунной анемии и тромбоцитопении. Тромбоцитопении вообще в принципе это самый первый признак, самое первое изменение, которое мы можем увидеть у таких животных, даже раньше, чем мы увидим анемию. Кроме того, поскольку у нас развивается анемия, это приводит к недостаточности насыщения кислородом тканей, то есть гипоксия тканей и органов. И уже из-за этого мы видим такие осложнения, как острое повреждение почек, которое сопровождается ростом мочевидной креатинина. Мы можем увидеть гепатит, панкреатит и энцефалопатию. Кроме того, в бобезии вырабатывают такой фибриноподобный белок, чтобы сформировать конгломераты такие и вывести себя из сосудистого русла, не быть сваченными макрофагами. И таким образом эритроциты, они слипаются и могут закупоривать мелкие капилляры. Кроме того, для самых агрессивных видов бобезии, это бобезия росси, описан синдром диссеминированного внутрисосудистого свертывания, когда у нас происходит спонтанная коглопатия, то есть образование сгустков во всех сосудах, это обычно очень тяжелое и часто фатальное состояние. Для бобезии каниеса, опять же для африканской бобезии и бобезии росси, характерно также синдром системного воспалительного ответа, который характеризуется выбросом большого числа провоспалительных цитокинов. Это может характеризоваться, опять же, шоком, нарушением дыхания, то есть респираторным дистресс-синдромом, и тоже может оканчиваться фатально, к сожалению. И кроме того, описано, что развитию остой почечной недостаточности способствует такой фактор, как фактор некроза опухоль. Это тоже цитокин, который вырабатывается при воспалении и при бобезиозе в том числе. Бобезиоз по своему течению делится на неосложненный и осложненный. Мы говорим о неосложненном бобезиозе тогда, когда у нас есть только те клинические признаки, которые непосредственно связаны с гемолизом. Это угнетение, отказ от корма, это бледность слизистых, это гемоглобин урия. То есть каких-то осложнений со стороны органов мы еще пока не наблюдаем. Если же мы видим какие-то осложнения, например, со стороны тех же самых почек, это говорит уже о наличии осложненном бобезиозе. Туда включаются острые повреждения почек, гепатит, панкреатит, поражение центральной нервной системы, так называемая нервная форма бобезиоза. Это когулопатия и отек легкий. И понятно, что в принципе при неосложненном бобезиозе, конечно же, прогноз будет гораздо лучше, нежели чем при осложненном. Какие изменения мы можем заметить в общем клиническом анализе крови? Как я уже сказала, самым первым признаком, самым первым отклонением обычно будет тромбоцитопения, потому что для ее развития требуется меньше времени, нежели чем для развития анемии. Если животное у нас приходит не в первый день, то мы можем уже заметить развивающуюся анемию. Сначала она у нас будет нерегенераторной, а затем она будет переходить в регенераторную, то есть в макроцитарную гипохромную. Будут ли у нас понижены лейкоциты или повышены, это вариабельно, может быть и так, и так. В мазке мы можем увидеть моноцитоз, когда мы будем его считать. Если у нас анализатор или врач лаборатории будет считать ретикулоциты, мы можем увидеть ретикулоцитоз. Следует помнить о том, что своего пика ретикулоцитоз достигает спустя 5-7 дней. То есть это происходит не сразу на первые дни заболевания, а спустя примерно неделю. И есть такая особенность, что если у нас анализатор считает ретикулоцитоз, и животное заражено бубезиозом, и бобезий много, то анализатор может посчитать ретикулоциты неправильно. Есть такое явление, которое называется псевдоретикулоцитоз, поэтому на это тоже нужно обращать внимание. И на всякий случай, если у нас есть какие-то сомнения, то проверять это ручным подсчетом по мозгу. Собственно, какие у нас будут отклонения в биохимическом анализе крови? Это снижение альбумина, это повышение глобулина за счет выработки антител, это повышение активности печеночных ферментов, это билирубиномия, потому что у нас вырабатывается, освобождается большое количество гемоглобина, которое преобразуется в билирубин. И если мы говорим уже об осложнениях со стороны почек, то это повышение мочевина и клеотинина. Если мы говорим про общий анализ мочи, то мы увидим гемоглобинурию, не гематурию. То есть если мы такой образец открутим, его цвет никак не поменяется, потому что гемоглобин – это белок, который будет распределен по мочи равномерно, он у нас не осядет, не упадет в осадок, моча как была розовой или красной, такой она и останется. Можем увидеть билирубинурию, можем увидеть, конечно, протеин урию. Собственно, какие методы диагностики бобезиоза у нас есть? А если у нас есть такое животное на приеме, то как мы можем подтвердить или поставить диагноз? Самый распространенный, самый простой и самый дешевый – это световая микроскопия, потому что по факту микроскоп все-таки у нас есть в большинстве клиник, и для этого нужно только наличие микроскопа, наличие стекла и наличие красок. Есть различные варианты использования световой микроскопии. Это мазок венозной крови, это мазок капиллярной крови и обогащенный мазок, или так называемый мазок лейкоцитарной пленки. Окраска может быть самая простая – это Дивквик, это Лейкодив. Если мы говорим про быстрые красители, они очень хорошо красят бобези, поэтому очень хорошо здесь пригодны. Либо, если у нас есть более долгие красители, это Майгрунвальд Кимза или Лейшман. То есть, в принципе, любая краска, которая есть в клинике, она пригодна для окрашивания бобези. Поскольку бобезиоз у нас чаще всего является острым заболеванием в нашем регионе, то очень часто световой микроскопии достаточно для постановки диагнозов. То есть, мы нашли бобези в мазке, и в целом диагноз у нас есть. По сравнению с другими методиками, именно с сравнением с ПЦР в первую очередь, он обладает все-таки, конечно, низкой чувствительностью, то есть бобезей должно быть достаточно много для того, чтобы мы нашли их в мазке. Он субъективен, то есть все очень сильно зависит от опыта того, кто смотрит в микроскоп, потому что, возможно, как ложноположительные результаты, когда за бобезией принимают какие-то артефакты, то, что на самом деле бобезиями не является, так и ложноотрицательные, особенно когда бобезей в мазке мало, и найти их достаточно сложно. То есть, опять же, все будет зависеть от усидчивости и от внимательности смотрящего. Мы не можем определить вид бобезей, только морфологически дифференцировать крупных бобезей от малых, но в целом для выбора тактики лечения этого достаточно. Если мы говорим про мазок, то у нас есть различные локализации, которые мы будем использовать для поиска бобезей в мазке. Если мы говорим про крупные бобези, мы будем использовать так называемую щетку мазка или гребенку, или кто-то называет это бородой, потому что крупные бобези, они очень сильно меняют плотность эритроцитов. Плотность эритроцитов становится близкой к лейкоцитам, а все лейкоциты у нас локализуются именно в этом районе. Соответственно, именно там мы будем и искать бобези. Если мы говорим про малых бобезей, они потому и малые, они слишком маленькие для того, чтобы как-то существенно изменить плотность эритроцита, поэтому их не будет в пленке для поиска малых бобезей, и наиболее пригодным является монослой, там, где эритроциты у нас лежат отдельно бочком к бочку друг к другу, где мы хорошо можем издать их морфологию, малых бобезей мы смотрим там. Для того, чтобы повысить чувствительность метода световой микроскопии, можно использовать обогащенный мазок или мазок эритроцитарной пленки. Можно делать его или из проверки, можно использовать гематокритный капилляр, если такой метод используется в клинике. Нам нужно его открутить, откручиваем мы либо на обычной центрифуге, либо, опять же, если у нас есть в клинике гематокритная центрифуга, откручиваем гематокритный капилляр на гематокритной центрифуге. Суть в том, что наша кровь после этого поделится на фракции, сверху у нас будет плазма, снизу у нас будут эритроциты, а между ними такой белый слой, это и есть лейкоцитарная пленка. И если мы работаем с пробиркой, то мы можем взять дозатор, отобрать вот этот лейкоцитарный слой и сделать из него мазок. Если мы работаем с гематокритным капилляром, нам нужно сделать разрез чуть-чуть ниже этого лейкоцитарного слоя, выдавить каплю лейкоцитарного слоя на стекло и опять же сделать мазок. Опять же, почему это работает? Потому что, как я уже сказала, крупные бобезии сильно меняют плотность эритроцитов, эритроциты будут локализоваться вместе с лейкоцитами. Поэтому этот метод, он существенно повышает чувствительность цветовой микроскопии. Но опять же, в случае только тогда, когда мы имеем дело с крупными бобезиями, потому что плотность эритроцитов при бобезиозе, вызванном бобезией гипсоне, например, она не изменится никак. То есть для них, к сожалению, такой метод, он не работает. Собственно, кого мы будем искать? Как выглядят у нас бобезии? С крупными бобезиями обычно каких-то проблем нет. Они образуют те самые парные душевидные формы, они хорошо прокрашиваются, очень хорошо видны. Поэтому, как правило, с ними каких-то вопросов нет. За исключением того, когда мы встречаем так называемые атипичные формы. Они могут выглядеть по-разному. Могут выглядеть в виде капелек, могут выглядеть как амебы. Следует помнить, что бобезии у нас не всегда размножаются. Собственно, вот эта парная душевидная форма, она появляется тогда, когда бобезии делятся. Она, например, на стадии питания. Бобезии будут образовывать как раз вот эту форму амебы. То есть это у нас тоже бобезия. На нее стоит обращать внимание, но для полной уверенности все-таки лучше найти парную грушевидную форму. Не стоит путать бобезии с артефактами. Это довольно распространенная ошибка. Артефакты могут смущать очень сильно. Артефактами могут быть пузыречки воздуха, например, если мозог у нас недостаточно просох. Кроме того, артефактами могут быть прецепитаты красителя. И достаточно частая ошибка – это когда за бобезией принимают наложившийся эритроцит. Прошу прощения, наложившийся тромбоцит. Обратите внимание на данную картинку. Вокруг тромбоцита, который указан стрелочкой, есть такое небольшое светлое просветление. Вот если мы говорим про бобезии, бобезия у нас находится внутри эритроцита, и поэтому никаких просветлений там не будет. А когда мы видим вот такое просветление, это говорит нам о том, что одна клетка наложилась на другую. Но это очень частая ошибка, поэтому, опять же, старайтесь находить всегда парную глушевидную форму. С малыми бобезиями все несколько сложнее, опять же, потому что они меньше, найти их тяжелее. Они не образуют парно-гушевидных форм. И в целом, если мы их находим, это обычно очень большая удача. То есть световая микроскопия не является методом выбора, если мы у какой-то собаки подозреваем именно бобезию гипсом. В таком случае мы скорее уже отправим кровь сразу на ПЦР. Как я уже сказала, малые бобезии – это у нас кольцевидные формы, у них достаточно хорошо видно ядро, но это все будет зависеть от качества окраски. Иногда они могут быть яркими, иногда они могут быть бледными. То есть, опять же, световая микроскопия, поиск под микроскопом малых бобезий – это достаточно сложная задача. Далеко не всегда они выявляются. И поэтому у нас есть метод, который обладает гораздо большей чувствительностью. Это полимеразная цепная реакция или ПЦР. Собственно, это генетический метод, который у нас основан на выявлении и многократном умножении ДНК возбудителя в материале. В данном случае мы говорим, конечно, об обезьях, потому что именно этого возбудителя мы будем искать. Полимеразная цепная реакция у нас обладает огромной чувствительностью. Посмотрите на слайде. Примерно в 1300 раз чувствительнее, нежели наши с вами глаза. Поэтому, как правило, данный метод диагностики, он у нас является вторым этапом после световой микроскопии. То есть к нам пришла какая-то подозрительная собака. Мы провели у нее диагностику методом световой микроскопии, посмотрели под микроскопом, ничего не нашли, отправили данную кровь на ПЦР. В качестве материала чаще всего используется цельная кровь, ну, либо же пунктат селезенки, но, опять же, обычно это все-таки не используется в диагностических целях. У нас есть различные варианты проведения ПЦР, и лаборатории предлагают как так называемую бобезию СПП, так и типирование бобезий до вида. В чем разница между этими двумя понятиями? Если мы говорим про бобезию СПП, то это поиск всех бобезий, ну, по крайней мере, очень многих. В эту бобезию СПП входит очень много видов различных бобезий. Как правило, такой метод используется для первичного скрининга в масштабных исследованиях, либо для анализа отдельных проб. То есть это у нас первый шаг. Нужно понять вообще, есть ли в этой пробе хоть какая-то бобезия, а затем уже понять, с чем именно мы имеем дело. Следует помнить о том, что положительного результата только на бобезию СПП, к сожалению, недостаточно для выбора тактики лечения, потому что лечение крупных бобезий, той же самой бобезии канис, будет очень сильно отличаться от терапии при бобезии гипсони. Поэтому результата, выданного как бобезия СПП, для лечения нам недостаточно. Нам необходимо понять, какой именно вид циркулирует у нас в собаке. Соответственно, обратная ситуация, когда у нас есть определение отдельного вида, по-хорошему оно является следующим шагом после получения положительного результата на бобезию СПП. То есть мы получили положительный результат, и мы его типируем. Если же мы отправляем пробу прицельно на какой-то вид бобезии, например, мы уверены, что у собаки бобезия канис, а на самом деле у собаки была бобезия гипсони, то мы получим отрицательный результат по бобезии канис, но нам никто не скажет, что там была бобезия гипсони, потому что данное исследование рассчитано только на определение одного вида. Соответственно, наш результат в данном случае будет ложно-отрицательным. Бобезия есть, но мы ее не нашли. Поэтому еще раз, самая рабочая схема – это обнаружение бобезии СПП, а затем типирование, либо когда мы отправляем САЗу на достаточно большой спектр бобезий. Так тоже можно. Главное не ограничиваться одним видом, потому что не всегда по клинической симптоматике можно понять, с каким именно видом бобезий мы имеем дело. Собственно, как нам контролировать лечение с помощью тех методов, которые у нас есть? Конечно, мы обращаем внимание на улучшение клинического состояния пациента. Мы смотрим на изменения показателей общего анализа крови. В первую очередь, это тромбоциты. Если у нас была тромбоцитопения, то при успешном лечении тромбоцитопения уходит довольно быстро. То есть буквально за несколько дней тромбоциты, как правило, восстанавливаются до нормы. Мы смотрим на гематокрит. Он не должен падать, он должен постепенно расти. И мы мониторим показатели биохимического анализа крови в зависимости от того, какие именно они были изменены. Если у нас была повышена мучевина и креатинин, например, соответственно, мы будем обращать внимание на динамику именно этих показателей. Микроскопически, если у нас диагноз был поставлен методом световой микроскопии, то мы ориентируемся на уменьшение количества бобезий в мазке. Опять же, в случае, если мы имеем дело с крупным бобезиозом, с бобезией канис, это происходит довольно быстро, буквально в течение нескольких дней. Если диагноз у нас был поставлен методом ПЦР, то там все несколько сложнее. Если мы говорим о крупных бобезиях, то есть у нас, например, была обнаружена бобезия канис, то только как минимум через две недели после окончания лечения мы можем посмотреть, успешно мы вылечили собаку или нет. Потому что до этого результаты вполне могут быть положительными, именно потому что ПЦР у нас очень чувствительный метод, и те самые мертвые бобезии вполне могут им ловиться. Если мы говорим про малых бобезий, то там, во-первых, у нас будет очень долгий курс лечения, и кроме того, мы должны выждать гораздо более долгое время. То есть мы отменяем препараты, и только спустя два, а то и три месяца, после окончания курса лечения мы можем сдавать повторную ПЦР для исключения рецидива. На этом у меня все. Спасибо вам за внимание. Если есть какие-то вопросы, то пишите, пожалуйста, в чат.